как же дурно боюсь упаду в оморок вот так говорили персонажи достоевского и других классиков а все почему а все потому что на них был надет тугой корсет здравствуйте вы смотрите давай рассказывай и сегодня у меня в гостях кутюрье по созданию корсетов виктория шулятникова вика здравствуй здравствуй саша правильно сказала фамилию отлично ну тогда начнем диалог я вообще не знала что у нас в городе есть человек мастер который создает корсеты я так понимаю это ручная работа все да я такая скрытная никому не показывать не рассказывать хотя на самом деле я корсетами занимаюсь не так давно в течение года поэтому наверное ты скорее всего про меня не слышала ну и плюс ко всему у меня нет никаких магазинов точек бутиков и шоурумов я продаю только через свой блог на онлайн аудиторию поэтому скорее всего ты меня не видела ну это очень неожиданно и хочу сначала как и всегда по сложившейся традиции узнать а с чего все началось вот расскажи про свое детство юность родилась и сразу решила стать корсетной феей поправлю свою корону да 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 на самом деле я приехала из молдавии учиться в иванове в текстильной академии то есть я была связана изначально с индустрией моды по специализации да под такой но моды я особо не увлекалась потому что я росла в маленькой деревне там как будто бы это было не нужно у меня было детство мальчишки такой свой друг на улице футбол все дела и как бы с модой с платьями с корсетом я никак не была связана когда я вышла замуж мне захотелось себя реализовать найти как-то и я начала увлекаться фотографии это сейчас такое будет отдаленное с чего я начинала почему я пришла именно к платьям корсетам и к этому ты обучалась в иваново это же город невеста помогло выйти замуж наверное так потому что супруг мой из иваново мы познакомились в иванове можно сказать девушки лайфхак уезжаем учиться но переехала я воскресенск и как раз этот момент переезда когда у меня не было здесь ни друзей ни подруг случился первый декрет материнства я одна без мамы бабушек и так далее я муж и не хотелось себя где-то пристроить какую-то свою творческую жилку где-то применить и вот началось фотографии я фотографировала фотографировала ребенка потом семьи и в какой-то момент мне захотелось фотографировать женщин женский портрет это такая узкая тонкая ниша и мне нужно было в нее долго погружаться и когда увидела женскую красоту через фотографию и мои девочки мои клиентки которые приходили ко мне на фотосессии это подтверждали что у меня получается видеть их какими-то особенными видеть их внутреннюю красоту суть грацию движения каждый фотограф может скорее всего и плюс ко всему ко мне приходили мамочки такие же как я которые в какой-то момент себя теряли в декрете они ощущали себя менее красивыми менее прекрасными и мне хотелось донести им показать что они прекрасны в любом возрасте весе и так далее потому что приходили с разными фигурами с такими к себе претензиями с поиском недостатков себе и мне хотелось это в них даже не убрать не убрать хотя бы нивелировать чтобы они почувствовали желанными любимыми и красивыми в любом весе и в этот момент наряду с фотографией я шила потихоньку пошивала для себя так скажем надевала эти наряды на себя и девочки спрашивали откуда я это беру почему я не шью на заказ и кто-то посел эту мысль во мне как зерно она прорастала несколько лет потому что на заказ с момента того как я училась в институте прошло 10 лет я не шила только для себя для своей семьи для супруга для своих детей к слову нужно добавить для наших зрителей что я мама двоих мальчишек ты все успеваешь все успеваешь двое да как-то успеваю по ночам я говорю зачем ночью спать если можно работать это я так шучу на самом деле по вечерам супруг мне помогает это уже как бы другая история ну и собственно когда я захотела швейное свое мастерство соединить с фотографией показать девушкам и через фотографию и через одежду что они прекрасны и родилась мысль развивать вот это направление индивидуального пошива и началось у меня все создание тренча конструктора это было что это моя ошибка тренч плащ пальто это все-таки в прямом смысле да да то что моя первая вещь я начала шить и она не стала такой популярной я рассчитывала я сшила несколько единиц в надежде что сейчас я выставлю это где-нибудь в своем блоге покажу у меня сейчас там будет очередь из покупателей и этого не случилось потому что незнание в маркетинге не провела анализ целевой аудитории в общем это такая специфическая тема развития бренда одежды это если так сказать в общем я в этом не разобралась и пошла наверное не по той дорожке я сильно расстроилась хотела все дело свернуть бросить но так как я привыкла добиваться своих целей я подумала что нужно нащупать какую-то другую дорожку какой-то другой путь и так как цель даже не цель а идея моего бренда заключалась в том чтобы делать что-то особенное не то что можно купить на маркетплейсах а что-то такое что подчеркнет изюминку покажет девушке насколько она привлекательна сделать ее заметной в обществе заметной как в первую очередь как девушка а потом чтобы люди захотели узнать ее внутренние составляющие ее характер то чем она увлекается я в своей цели поставила создавать вещи которые привлекают к себе внимание собственно оттуда пошли корсеты платья какие-то особенности цветами с какими-то элементами тот же тренч конструктор это тоже такой такой предмет одежды которые казалось бы у всех есть бежевый тренч наверное да 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 зрители наши видят что он у всех есть а у меня был не так как у всех он был с особенными элементами это как раз вот те отголоски чтобы сделать девушку заметной вот и когда мы а вот идея с ранчими провалилась там были для по моим меркам большие затраты я все деньги туда вложила все что успела накопить с фотографии мне супруг помог часть денег и я подумала что нужно что-то более простое в исполнении для меня и в то же время более интересное для зрителей и как раз корсеты стали набирать популярность в модных показах принимать участие они уже несколько лет это такая классика в то же время и сейчас она набирает обороты я присмотрелась к созданию корсетов прошла масса обучений на сегодняшний момент я в разных клубах по созданию корсетов куча обучения прошла для того чтобы повысить свое мастерство навыки свои развить и как раз сейчас вот занимаюсь созданием различных корсетов нужно также сказать что это не те исторические корсеты которые мы все привыкли смотреть видите в фильмах которых на китовом усе затягивание когда девушки падают в обморок не дышат они там бледнеют синеют и падают это более декоративная история это декоративная раз и во-вторых я ее делаю носибельной чтобы в ней можно было дышать работать ходить и что-то такое привлекательных расцветках привлекательных принтах и так далее потому что сейчас к сожалению я не принесла корсета с картинами великих художников в том числе и корсет это на основе картин великих художников например ботичели рождение венеры поцелуй и так далее то есть такие элементы которые делают девушку стопроцентно заметно главным экспонатом третяковской галереи но вот ведь если обратиться к истории все привыкли думать что корсет это всегда европа и только европа но если посмотреть заметки то еще в 16 веке есть заметки черкесов и адыгов о том что они носили корсет и девчонок надевали надевали корсет за 12 лет они в нем спали ели и он менялся только с возрастом и соответственно до брачной ночи девушка должна была носить корсет и вот что было примечательно там были такие стандарты красоты талия должна была равняться подвески на ногу то есть 50 55 сантиметров вот так либо 4 запястья 4 обхвата запястья как же проверяли девчонка худа или стоит ее посадить на низкокалорийную диету если девушка могла обхватить запястье мы с тобой этого сделать не сможем потому что мы абсолютно нормальные формы 21 века но вот если девушка в черкесе ли в дуге не могла обхватить запястье двумя пальцами большим и указательным то ее сажали на строжайшую диету и вот оттуда пошел такой культ именно стройных горных девчонок которые всегда как вот павы шли как лебеди в своем танце сейчас у нас стандарты красоты наконец-таки изменились и нам красавицам разрешено есть все вкусное ты меня понимаешь потом можно надеть корсет вот расскажи на кого шьешь ты только на худышек вот я вижу что вот это платье мне на одну мою левую ляжку посмотри на меня на право я тоже не худышка мама двоих детей в декрете и так далее это все отпечатки на мне и я ношу корсеты сейчас конечно я не ношу в связи с физиологическими особенностями так как я кормлю ребенка это не очень удобно раз во вторых не очень комфортно но всем тем кто не кормит детей на любую фигуру можно подобрать корсет все дело в том что я еще строю по индивидуальным меркам не обязательно будет 90 60 90 по стандартным параметрам можно прийти любой девушке и с помощью корсета скрыть то что хочется скрыть и подчеркнуть то что хочется подчеркнуть то есть неважно в каком возрасте опять же моя философия в каком весе мы корсет подойдет на любую фигуру нужно знать особенности конструкцию и так далее я строю по вашим меркам шью сама вот и получается что такая вот индивидуальная вещь которая подойдет любой девушке конечно здесь на образцах представлены маленький размер это то что мы отшивали на модели потому что всем известно что фотографируют чаще всего на модельных внешностях ужасно ужасно у меня были попытки фотографировать на девушках как я в моей комплекции на девушках разных возрастов на что моя публика реагировала по-разному иногда говорили я не хочу себя ассоциировать с девушкой такого возраста или девушкой такого размера и в какой-то момент я подумал что нужно прийти может быть к тем маркетинговым уловкам которые используют все но хочу тебя сразу обрадовать или поддержать что я планирую все-таки возвращаться к тому чтобы фотографировать на нормальных на реальных моделях на реальных людях девушках которые ходят по улицам и наслаждаются своей жизнью фигурой и абсолютно не стремятся к 90 60 90 у некоторых это физически невозможно при высоком росте добиться там у тебя очень худенькой там спины да или наоборот при низком росте добиться какой-то худобы с каждым сантиметром вниз так сказать да по росту девушек градация вот этот набора веса она прям в геометрической прогрессии торт понюхал шашлык понюхал бух-бух ты уже сорок восьмого все вкусненькое вокруг ну в общем то есть веру в век в год я не знаю в эпоху бодипозитива да мы наверное будем приходить к тому чтобы фотографировать на реальных женщинах и не уходить только к моделям потому что сопоставлять себя с моделями это конечно хорошо и это продаваемая история да но реальные девушки они понимают что скорее всего это будет хорошо на модели применяя к себе они думают ну наверное это не для меня для того чтобы показать что это для тебя и для меня и для другой девушки я все-таки буду возвращаться к фотографированию девушек реальных в своих изделиях все я буду ждать возьмешь мне модели обязательно утягивать у меня как раз фигура яблоко шарик а вот надо вот талию прям делать почему-то все думают что у них нет талии особенно девушки которые к себе очень очень критично ой да я не знаю да я прямоугольник квадрат яблоком что угодно талии у меня нет но мы ее найдем обещаю нарисуем отлично какие планы вообще на будущее что вот ты планируешь дальше делать опять вернемся к материнству да ему младшему ребенку три месяца и как будто бы планы у меня огромные но реализовать их бывает порой сложно потому что я как я говорил шью сама конструирую сама и все это совмещаю с материнством с декретом и так далее поэтому я пока миллиметровыми шагами двигаюсь к своей цели к какой-то узнаваемости может быть моих изделий к росту меня как специалиста поэтому я потихоньку шью какие-то изделия модели которые меня вдохновляют и которые придумываются в процессе понемножку возобновляю то что я делала год назад например и совершенствуете навыки хочу в будущем конечно же расти масштабироваться какой-нибудь группу своих помощниц иметь может быть своем отшиваю отелье с девочками которые будут принимать мой опыт чтобы мы вместе росли но пока с этим сложности была у меня попытка делегирования на еще рано просто пока рано да но у тебя очень правильные ценности они такие классические семейные и это здорово мне это очень импонирует скажи во сколько ты стала мамой в первый раз так сейчас надо посчитать мне 31 до стала я мама в двадцать семь если я сейчас правильно считаю с цифрами девушек наверное у всех беда двадцать семь и собственно это получается сколько пять лет моему старшему ребенку 45 лет да вот пять лет с рождением моего первого сына открылась моя творческая жилка опять повторюсь раньше я не занималась творчеством я просто ходила к рядовой сотрудник на работу по специальности а что ты шила я не шила я организовывала производство я была как сотрудник технолог мастер цеха мы производили шторы немножко не не про моду ну почему да вот там я два года проработала после университета после окончания и ушла из этого производства в декрет и уже больше не захотела возвращаться на работу в найм хотела пробовать и развивать себя вот как то так получилось но пока да наверное получилось опять же это очень такая тяжелая тема для развития кажется что сшить что-то очень просто легко развивать и конкурировать с большими производителями очень сложно тем более что я не закупаю ткани оптом скажем как большие производители и но это получается дорогая вещь приобретение для покупателей нужно еще уметь это все продать обосновать почему она стоит столько они конечно как в другом я хочу тебя поддержать в этом вопросе есть такая история я думаю что ты знаешь эту корсетную фею твою коллегу фангафра называется у нее производство тоже дама решила что вот с приходом декрета к ней пришло осознание того что она хочет делать красивыми девушек и у нее если у тебя декоративная история ну вы не конкурент естественно у нее больше функциональная история и она начала отшивать корсеты на китовом усе на металле еще на чем-то и потом уже развив там то какого-то ну хорошего да не предела но хорошего состояния свою мастерскую у нее несколько помощниц она решила что нужно шить еще белье функциональное удобное и не пошло то есть бесшовное нижнее белье низ вверх не пошло она пыталась то есть два года пыталась этому развиваться вот как у тебя стрэнчем было да ты вроде запустилась вроде изучила все и почему нет и у нее была уже большая аудитория если ты была на старте стрэнчем то у нее уже были успешно продаваемые корсеты в очень многих модификациях и там хороший был такой ценник достаточный но люди понимали за что они платят она тоже это все обосновывала и в маркетинге тоже изучала очень много и вот она начала отшивать белье не пошло но она не отказалась от своей идеи просто в какой-то момент сказала что больше мы белье не шьем возвращаемся к корсетам и все стало на круги своя то здесь обязательно нужно найти свою нишу и своего покупателя вот ты ведешь блог во первых как у тебя хватает на это времени двое детей я думала у них немножко другая разница в возрасте тут совсем и один малявка и второй малявка все малявки то приходится совмещать плюс наверное это навыки тайм-менеджмента правильного я умею планировать свой день чтобы успевать и работать успевать и готовить по уборке у меня конечно сейчас я делегирую уборку я не могу все успевать у меня так две руки и двадцать четыре часа но супруг помогает после работы приходит супруг и помогает мне с детьми если бы не его поддержка не его помощь то скорее всего мое дело загнулось еще первом декрете поэтому наверное если тот кто хочет находит время в любой сфере деятельности и плюс поддержка мне сказали ты любишь готовить какую кухню рассказывать готовить любит и есть мою еду супругу вообще удобно спрос предложение да да где то около этой темы я готовлю молдавскую кухню чаще всего что это расскажи вообще не знаю национальные блюда если я буду называть название скорее всего и зрители не поймут и ты не поймешь чего да ну наверное если армянские голубцы долма вот это армянская кухня потому что это на слуху это все знают борщи какая-то выпечка в общем я готовлю молдавское есть вот такое вообще национальное молдавское что это ну даже борщ вон молдавский по своей молдавской технологии это не не то что вы привыкли есть здесь я угощаю своих друзей они всегда удивляются что кладешь туда такого отличается ну специальный ингредиент который мне привозят из молдавии родственники это секрет такая кислая добавка чтобы было вкусненько добавить туда есть молдавское блюдо плацинды это из теста готовятся такие штуки с творогом сыром типа хачпури да типа хачпури только опять же своя молдавская технология изготовления ну и плюс все другие блюда которые привыкли есть в россии но они немножко готовятся по-другому с другими ингредиентами и так далее холодец на свой в общем у нас вся еда своя и я периодически готовлю эту супругу ему очень нравится поэтому я люблю готовить но отлично когда ты любишь готовить а твои домашние любят есть не все в своем блоге расскажи мне вот я не видела твой блок к сожалению пока что что там там упор на материнство на то что ты отшиваешь на готовку или просто лайфстайл такой сейчас это будет названа не очень красиво сборная солянка я рассказываю про то как мама в декрете справляется с важным с маленьким бизнесом мотивирую возможно других девушек на то что можно себя реализовать можно пробовать себя в разных направлениях и совмещать это с материнством что-то какое-то может быть вдохновение для других девушек показывать процесс этапа изготовления своих изделий чтобы покупательница моим клиенткам было понятно откуда берется цена как это делается и сколько часов я примерно на это трачу то есть я рассказываю все грани своего дела как это происходит ты говорила про точку провала до с первым изделием вот возможно ты что-то можешь посоветовать сейчас девушкам которые начинают и не чувствуют не чувствуют своего развития вот что сделать в точке провала чтобы они отказаться от своей идеи и найти в себе силы двигаться дальше главное поверить себя и поверить что любой результат результаты любая ошибка это опыт и на опыте мы учимся если я буду говорить что учитесь на моем опыте вряд ли это поможет нужно совершать свои ошибки чтобы потом кратно расти и как пример с эдисоном который получилась там лампочка на какой на тысячный раз у него получилась лампочка то же самое я могу сказать и про себя не получилось раз второй а конечно же огорчаясь моменте я грущу несколько дней говорю что все я с этим завязываю я больше не хочу это видеть но потом достаю машинку достаю фотоаппарат фотографирую снимаю и дальше продолжаю но уже каком-нибудь другом исполнении какой-нибудь другой моделью тебе приходит озарение в этот момент что нужно исправить дополнить тут знаешь еще как я это рассматриваю я все-таки хочу быть примером для своих детей для своего ребенка несмотря на то что ему пять лет хочется показать что важно находить себя верить себя и свои силы и что у тебя обязательно что-нибудь получится пробовать пробовать еще пробовать не бросать получилось все я пошел как ребенок поплакал я больше это делать не буду что нужно делать и делать руками делать головой думать и тогда обязательно что-нибудь получится чтобы быть примером какую-то ткань используешь и что у тебя в основе корсет это же основа основа пластик металл у меня и то и то и металл и пластика китовый уз как называем раньше это был настоящий уз кита сейчас это пластиковые полоски да раньше да истребляли китов но раньше да раньше истребляли а сейчас все сейчас заменитель сейчас уже все это пластик это зависит от особенности конструкции в общем разные конструкции разные использую материалы и за основу ткани то чаще всего я пробегаю хлопку что-то натуральному если синтетика то я там в минимальном количестве потому что корсет такая плотная вещь и чтобы девушка дышала чтобы кожа дышала хочу применять хорошие качественные материалы в том числе очень эргономично применять такие материалы вика я хочу чтобы ты нашим зрителям рассказала различия корсета от корсажа потому что очень многие путаются и не понимают в чем разница разница тут небольшая на самом деле просто в корсете степень утяжки это тот интервал на который мы себя утягиваем утягиваем свою талию он максимально большой то есть от 6 сантиметров мы можем себя утянуть там ну даже от нуля ну да скажем от 6 до 12 до 15 сантиметров сузить в италии это будет корсет потому что там своя специфика вот этой конструкции свои параметры конструктивные а корсаж это такая одежда которая как я объясняю своим покупательницам которая тебя просто обнимает то что строится по твоей фигуре в которой удобно дышать лежать бегать и так далее чаще они бывают на молнии то что легко снять одеть там ничего тебя практически не утягивает просто такая видимость корсета но это корсаж а корсет это как раз тот что моделирует твою фигуру это уже функционалка такая да это очень простое объяснение это классно но ты шьешь не только корсеты для себя и все как называется это блузка накидка блузка такая цветочная блузка я не придумала и название шоя специально к нашему выпуску чтобы к тебе нарядный красивый да но я не беру заказывать все подряд потому что я не успеваю физически шить и блузки раньше я еще шила кстати трикотажные костюмы вот решила что я занешусь так сказать выберу какое-то свое одно направление которое развивать мне показалось это проще в плане продвижения в плане маркетинга опять того же потому что мне сложно конкурировать повторюсь с брендами тебе не нужно конкурировать ты есть бренд и предлагаешь вот такой товар все должно быть изи как любят говорить вот у меня есть один товар он вот такой хочешь берешь хочешь не берешь специалисты рекомендуют что нужно добавлять свою линейку что-то еще дополнительно чтобы клиент тебе возвращался если учить правильным продажам добавь записку с любовью записки есть у меня там красивые открыточки упаковка все продумано какие-то украшения может быть корсет нет пока украшения не думаю можно и всякие сопутствующие материалы придумать опять же это нужно либо с кем-то сколлаборироваться кстати мысли по этому поводу есть либо самому это все делать опять же дело времени я не могу хочется что-то может быть дополнительное корсетом я вот сейчас начала юбочки платье это уже как бы цель на такое изделие раньше были чисто только корсеты и все сейчас вот приходит моя пара платьев так скажем но опять же сложно найти потребителя покупателя на платье потому что это узкая аудитория это либо девушки которые выходят замуж замуж правильно да ты всегда путаю замуж иногда они выходят замуж что-то типа такого свадебные какие-то вечерние коктейльные наряды начинаю вот это первая модель светленько начинаю но опять же не уверена что я хочу пока сейчас в это время заниматься свадебным платьем потому что это опять же трудоемко большие площади для больших платьев я пока не могу себе это позволить связи с тем что маленькие дети и я пока шью это дома раньше у меня была мастерская в которой я ездила как на работу работать а сейчас чтобы не да ну я пыталась делегировать дело в девочку учила но она заразилась от меня беременностью ушла в декрет сейчас не беременна я не хочу родила подожди дай я буду аккуратнее держим дистанцию вот она сама нарядушком находилась мы с ней двое не у нее уже не у нас проблемы у нее двое не представляешь вик многие дизайнеры делают таким образом они отшивают несколько своих моделей к примеру новая коллекция две-три модели и отдают эти модели в фотостудии для того чтобы можно было взять в аренду данную одежду и провести фотосессию скажи занимаешься ты таким или нет опять же мысли по этому поводу были но я не уверена что это моя пока ниша потому что всяком случае в нашем городе мне кажется это не очень востребовано я не слышала таких запросов меня всего лишь один раз спросили по поводу аренды платья и то это не для съемки на какое-то мероприятие во вторых изделие после такого использования возвращается не в очень лучшем виде и реставрировать так скажем мне не нравится этим заниматься реставрировать переделывать что-то мне сушить вот до нового изделия давать его покупателю и пусть он дальше им распоряжается как хочет вот но не знаю может быть я подумаю каких-нибудь таких вот прям интересных нарядах платьях которые можно будет в наши фотостудии или может быть московские даже да опять же это как бы идея на будущее не сейчас во всяком случае ну это такой интересный способ продвижения но ты права да к изделиям нужно обращаться с изделиями нужно обращаться бережно вот смотрю на платье скажи мне как ты шила вот эту прекрасную сеточку это же все ну все ручная работа я понимаю было ли вот какие-то особенности есть или может любая швея сесть и сшить подобное ну вряд ли любая швея сядет и сочет без навыка этому нужно учиться в любом случае другое дело если она работает с тонкими какими сложными материалами если и показать то конечно она справится со всем этим я тоже не шила корсеты в институте я больше занималась теории вот практика я стала заниматься с момента когда захотела как раз заниматься индивидуально пошивом и я научилась значит и кто-то тоже может научиться если у него будет желание близко всему есть куча курсов на которых обучает этому мастерству где собственно я училась поэтому опять же было бы желание всему можно научиться другое дело время что это время шить это платье нужно порядка 40 часов 40 часов это целая рабочая неделя без передыха тут почти 10 метров ткани в этих розочках она достаточно тяжелая тяжелая плюс их много этих розочек по спирали очень много метров этой ткани которую нужно собрать я знаю что твоими изделиями интересовался и другой канал расскажи мне про свое участие в шоу как это было в связи с тем что я веду блог видимо я попала тоже в реки продюсером редактором телеканала это был можно назвать телеканал наверное это был тв3 они подбирали участников на шоу о предпринимателях которые занимаются как каким-то направлением это были разные направления в моем выпуске были ребята которые там шьют вышивают вяжут не знаю что которые этом и так далее и мы рассказывали о своем мастерстве своем деле и просили советов гуру так сказать да как нам это был первый опыт съемок наверное нет я еще в студенчестве участвовала тоже в шоу всяких студенческих проектах поэтому был не первый опыт как относишься к медийности мне нравится но собственно поэтому люди ведут блог чтобы о тебе узнавали что-то рассказывать о чем-то делиться чем-то вдохновлять нет ты знаешь век очень многие блогеры боятся приходить на телевидение и я расскажу такие случаи были даже моей практике когда человек ведет блог в блоге ты сам себе режиссер редактор выпускающий редактор ты показываешь все что тебе хочется а когда ты приходишь на телевидение тем более в реалити-шоу и попадаешь предлагаемые обстоятельства очень многие пасуют и не хотят чтобы их выворачивали сознанки и показывали аудитории поэтому здесь ты большая молодец что ты готова показывать все публике ты ничего не скрываешь не боишься и совмещаешь просто безумное количество всех амплуа всех своих социальных ролей и в главенство ставишь семью детей это замечательно я благодарю тебя за эту беседу это было очень интересно красиво и мы узнали очень много нового ты молодец ты совмещаешь такие разные сферы жизни и что важно ставишь правильные приоритеты это семья дети ну а потом уже все остальное что точно получится и сложится мы желаем тебе удачи а найти свою нишу точно свою своего потребителя и делать красивыми девушек которые этого действительно достойны потому что достойны этого все спасибо тебе за эту беседу спасибо большое мне было приятно участвовать в таком диалоге разговоре и делиться тем что я делаю мне хочется чтобы больше девушек узнали о том что они могут быть прекрасны и благодаря в том числе моим изделиям желаем тебе удачи и развития чтобы все точно получилось